Идти в ногу со временем отбирает слишком много сил и энергии. Современный человек не может себе этого позволить. Он просто едет бесстрашно к своей цели, потому что теперь рядом с ним самый надежный, самый опытный и самый профессиональный инструктор автошколы ДСААФ. ДСААФ. Более 60 лет на рынке, более полутора тысяч выпускников в год, собственные классы, автодром и впечатляющий парк автомобилей. Индивидуальный подход к каждому ученику и возможность учиться на все категории с нуля. ДСААФ. Самый короткий путь к безопасному вождению. Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Ирины Зайцевой. Сегодня в выпуске. Пора платить по счетам. Долги управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями снижаются. Выбор сделан. В Серпухове появится памятник пограничникам всех поколений. Осторожно, мошенники! Как не попасться на крючок злоумышленников? Долги управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями опять в центре внимания. На заседание комиссии сегодня разобрались, кто не платит по счетам. Перед Газпром теплоэнерго Московской области за январь задолженность коммунальных служб снизилась почти на 66 миллионов рублей. Это более 90%. Несмотря на положительную динамику, к некоторым управляющим компаниям есть вопросы по поводу оплаты. В разрезе управляющих организаций радует то, что большинству управляющих у нас удалось снизить хотя бы на немного свою задолженность по сравнению с предыдущим месяцем. Но остаются те, у кого наблюдается прирост. Это Добрый дом, это ЕДС Серпухов, это Зонария ЖКХ и Домоуправление Технов. И большой вопрос, который хочется задать новой управляющей организации, ваш помощник. Это задолженности перед Газпром теплоэнерго в 70 тысяч рублей всего лишь. При этом в управлении всего лишь сейчас 5 домов и договоры только на поставку коммунальных ресурсов в цели содержания общего имущества. Руководитель управляющей компании, ваш помощник, ответил стандартной фразой. Разберемся в этом вопросе и решим проблему. Но директору коммунальной службы указали на то, что таким способом выстраивать отношения с ресурсоснабжающими организациями с первого дня работы не следует. А в связи с чем образовалась задолженность, тем более 70 тысяч рублей. На данный момент не могу сказать, я только приступил к работе. Я приму работу, это и отработаю. Претензии к управляющим компаниям не только по поводу задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Содержание дворовых территорий тоже оставляет желать лучшего. Это касается не только уборки снега, но и наружной рекламы на информационных стендах. За ненадлежащее содержание информационных стендов, которые находятся в подъездах, в зоне ответственности управляющих компаний, расклеены рекламы. Типа продам мед, волосы, продам шубу и так далее. Если реклама с информационных стендов не будет своевременно удалена, то есть управляющие компании получат штраф и предписание о демонтаже информационных стендов. На заседании комиссии руководителям коммунальных служб сообщили, что Государственная жилищная инспекция теперь принимает протоколы общих собраний с решениями о переходе из одной управляющей компании в другую только в электронном виде. Качество зимней уборки административная комиссия проверяет в первую очередь во дворах, откуда поступают жалобы жителей. Сегодня специалисты осмотрели дворовые территории по периметру домов номер 7, 9, 11, 13 по Борисовскому шоссе. Сегодня мы видим, что погодные условия оставляют желать лучшего. Пошел снегопад, соответствующие коммунальные службы должны принимать меры реагирования, а именно по истечении четырех часов начала снегопада принимать соответственные меры по уборке территории. Помимо дорог и тротуаров, нарекания вызвали нерасчищенные до конца парковочные места, подходы к подъездам жилых домов, колейности и наличь на дорогах. Представитель Госадомтехнадзора еще раз напомнил о важности уборки снега до твердого основания, обработки реагентами. Рейды по зимней уборке продолжаются. Выбор сделан. Какой макет памятника пограничникам всех поколений выбран для установки в ближайшем будущем? Решение принято на комиссии по топониме под председательством заместителя главы администрации Ольги Сидоркиной. На один культурный объект в Серпухове станет больше. Из пяти макетов памятников пограничникам выбрали тот, который украсит сквер на улице Володарского. Для реализации выбран макет номер три. Причем выбран практически единогласно. Город наш задумывался как город-крепость на пограничье. И первая засеченная черта пролегла недалеко от нашего города. И очень многие серпуховичи в разные исторические эпохи служили в пограничных войсках. Этот макет полностью отражает концепцию идеи, которая будет в нем воплощена. Показать историю пограничной службы, связанную с историей нашего города. Сам образ этого памятника, он не конкретный, он не привязан. Он привязан ко всей истории, он создает впечатление, он отсылает нас к главным историческим событиям. Это памятник-символ, который мы все единогласно выбрали. Далее на повестке дня диалог с авторами проекта Еленой и Иваном Седовыми. Изменения будут минимальны. Они касаются только историчности элементов. Будут внесены дополнения. Во-первых, дополнения в виде брельефов, которые будут иллюстрировать историю пограничной службы в разные эпохи. И будет введен сюда календарь знаменательных дат этого рода войск. Когда начинаешь подходить к этому, уже какие-то новые образовываются, новые мысли, новые вариации образовываются. Потому что есть памятники, да, хорошие памятники, красивые, но они современные отражают охрану границ. А мы хотим все сделать, всех поколений. С 15 века, когда образовалась только в Серпуху первая застава, при Иване Грозном, когда устав был написан, ну, Серпуховская пограничная служба в Серпуху был написан. Так что мы хотим приурочить все поколения, чтобы отражались в одном памятнике. Открытие памятника планируют приурочить к знаменательной дате. Буквально полгода назад на благоустроенной территории площади Революции было уложено свежее асфальтовое покрытие. Но вот неприятный сюрприз. Дорожное полотно на кольцевом участке дороги в месте пересечения с улицы Революции пошло волнами. Деформация заметна невооруженным глазом. Был вызван подрядчик на объект, на место этих провалов, составлен акт. Подрядчик факт этот подтвердил. На всякий случай мы направили помимо просто уведомительных писем претензионные письма, чтобы в перспективе передать дело в суд. Подрядчик от устранения этих провалов не отказывается. Весной, как только установится плюсовая температура за окном, подрядчик компании «Орионстрой» произведет ремонт за свой счет в рамках гарантийных обязательств. На это время будет изменена схема автомобильного движения по площади. Участок кольцевой дороги от 1-й московской до 2-й московской временно станет двусторонним. Второе полукольцо перекроют. Осторожно, мошенники! Представляя сотрудниками банка, преступники лишают людей денежных средств. Как предотвратить преступления и как предупредить население о мошеннических схемах, обсудили сегодня представители Серпуховской полиции, МФЦ и двух крупнейших серпуховских банков. Перевод денег со счета на счет в один клик. Кредит до 100 тысяч без визита в банк. С одной стороны, современные технологии и жизнь людей упрощают. С другой, здорово развязывают руки мошенникам. За первый месяц января у нас поступило порядка 70 заявлений. Это очень большое количество. И уже по второму разу даже граждане попадаются на ловушки мошенников. То есть, если раньше звонили и сообщали, что проходят какие-то операции с их банковскими счетами, то теперь, я понимаю, что у людей уже денег даже нет на счетах. Им предлагают взять кредит, чтобы погасить другой кредит, на который якобы взяли. Схемы хищения у граждан денежных средств совершенствуются с каждым днем. Преступники, представляясь сотрудниками банка, ухитряются выяснять у своих жертв не только номера банковских карт, сроки их действия, но и пин-коды. Их, мы напоминаем, не следует рассказывать никому. И уж тем более по телефону. Участники встречи постарались выработать общую стратегию по информированию населения. Памятки в отделениях банка, информационные ролики на экранах в МФЦ. Не только пожилые люди попадают в ловушку. Все чаще денежных средств лишаются молодые люди. Первое, что вы должны сделать, а, поняв, что вы стали жертвой мошенника, позвонить на контактный телефон колл-центра банка и сразу же заблокировать все свои счета и все свои карты. Карта переупускается в течение двух рабочих дней. Счет вы можете открыть сразу же через онлайн-банк в любом режиме. Это первое, что нужно сделать. Второе, что нужно сделать, сразу же идти в полицию и писать заявление, что вы стали жертвой мошенников. Это ускорит процесс работы правоохранительных органов. И вполне возможно, если все сложится хорошо, еще раз говорю, смотря сколько вы провели времени, деньги правоохранительными органами могут быть обнаружены, мошенники могут быть задержаны и после процедур процессуальных эти деньги вам могут вернуть. Еще раз говорю, это зависит от времени. И третье, что нужно сделать, это идти в ближайшее отделение банка, к которому вы являетесь, и написать заявление уже в банк, что вы тоже стали жертвами мошенников, и что банк тоже со своей стороны ускорил процесс а, взаимодействия с правоохранительными органами, и б, отработку тех документов, которые должен банк отработать тоже. Стоит напомнить, что для того, чтобы получить кредит, человек ставит свою подпись на документах в отделении банка, либо пользуется мобильным приложением. Все эти действия он совершает собственноручно и по собственной воле, пусть и затуманенной рассказами преступников. Тот кредит, который он получил и отдал кому-то, никто ему уже компенсировать не будет. И этот кредит он должен будет оплатить. Будьте внимательны, ведь наша финансовая безопасность зависит в первую очередь от нашей благоразумности и внимательности. С этого года Федеральная налоговая служба упраздняет декларации по транспортному и земельному налогам. Компании могут не предоставлять отчеты за 2020 год. Для организации компании 2021 года льготы по транспортному и земельному налогам начисляются по заявлениям юридических лиц. Отчеты предоставлять не нужно. Нововведение не только снизит нагрузку на бизнес, но и позволит сэкономить ресурсы налоговых органов, так как исчезнет необходимость в ежегодной камеральной проверке почти одного миллиона деклараций. Для применения установленных законодательством льгот по указанным налогам за 2020 год юрлицо вправе подать в любой налоговый орган заявление о предоставлении льготы и подтверждающие документы. В одном заявлении можно указать несколько объектов. Это касается всех юридических лиц, у которых в собственности есть земельные участки и транспортные средства. Заявление налоговики рекомендуют подать не позднее первого квартала 2021 года. Узнать о праве на льготу можно на сайте Федеральной налоговой службы. В наступившем году налоговая служба продолжает проактивный порядок предоставления льгот по имущественным налогам физических лиц. Исчисления будут произведены автоматически на основании сведений о льготниках, полученных при информационном обмене с пенсионным фондом, региональными органами соцзащиты. Следует отметить, что льготы будут предоставляться на основании решения Совета депутатов городского округа Серпухов. С их перечнем можно ознакомиться на сайте администрации. Одним из новшеств 2020 года является предоставление льгот для индивидуальных предпринимателей на период второго квартала, которые работают в отраслях, пострадавших от COVID-19 в 2020 году. Эта льгота будет предоставлена по транспортному, земельному и имущественному налогу на объекты, которые используются предпринимателями в своей предпринимательской деятельности. В наступившем году индивидуальным предпринимателям не надо писать заявление на предоставление льгот по транспортному, земельному и имущественному налогам за 2020 год. Указанная льгота также носит беззаявительный характер. Однако, если индивидуальный предприниматель захочет уточнить объекты, подпадающие под налоговые льготы, он может представить заявление с подтверждающими документами налоговую службу. И сделать это налоговики рекомендуют до апреля – начало массового начисления имущественных налогов. Шестое международный фестиваль конкурс творчества и искусств «Парад талантов» состоялся на этот раз в Серпухове. В прошлые годы его принимали электросталь Рязани Владимир. Более трехсот участников из разных городов Московской и Калужской области съехались в эти выходные в Серпухов. Сцена ДК «Сток» радушно приняла задорных лягушат, армию красных шапочек во главе с Серым Волком, ребят, танцующих этнически и современные танцы, вокальные коллективы – словом, самых талантливых и артистичных. Мы танцевать умеем, мы танцевать хотим. Эмоции в этот день захватывали как на сцене, так и в зрительном зале. Происходящее на подмостках отражалось в взволнованных глазах родителей, которые как на иголках сидели на своих местах. Международный фестиваль конкурс творчества и искусств «Парад талантов» стал уже традиционным. География его обширна. Шестое по счету фестиваль организован творческим объединением «Арт-проект». Провести его было решено в Серпухове. Не только вокальные, танцевальные и цирковые номера представили на нем ребята. Данный конкурс проходит также в заочном формате, и на этот конкурс были заявлены мультипликация, и видеоролики, и фотография, ну, то есть и инструментальное исполнительство. То есть он у нас, опять же, повторюсь, многожанровый. Практически в всех номинациях участники принимают участие. Призы разные, кубки, медали, дипломы и спецприз от организаторов. Серпуховские коллективы, как всегда, настроены серьезно. Мы сегодня выступаем на конкурсе «Парад талантов», и мы сегодня танцуем «Волк и красные шапочки». Мы давно в танках, и нам все по плечу. Мы обязательно победим. Мы долго готовились к лягушатам, все тренировались, тренировались, подсчет делали, потом под музыку, и так каждый день. Сцены малыши не боятся? Нет, это не очень страшно, но зато интересно. Главное, ну, делать характер к танцу, и чтобы было все красиво, и чтобы движения были все правильные. Как показал этот день, земля Серпуховская талантами богата. Гран-при досталось Серпуховскому жонглеру цирковой студии Марион Никите Бигулеву, артистам из Чехова, Электростали и Егоревского района. В первое воскресенье февраля на трассе в деревне Борисово прошла традиционная лыжная гонка памяти мастера спорта СССР, спортсмена и тренера, офицера России Николая Гончарова. Самый массовый старт этой зимы. Около 250 спортсменов, несмотря на 18-градусный мороз, вышли на старты лыжной гонки. В Серпухов приехали любители зимних видов спорта из Москвы и городов Подмосковья, Рязани, Калуги, Тулы, Иваново. Были даже гости из Сыктывкара и Магадана. Мы проводим эти соревнования в основном для детей, для того, чтобы лыжный спорт популяризировать, чтобы детей было больше, чтобы у нас более массовые стали соревнования, чтобы дети любили этот лыжный спорт, чтобы дети приходили на дистанцию. Традиционный турнир проходит при поддержке друзей и воспитанников Николая Алексеевича Гончарова. Будучи подполковником милиции, он руководил местным отделом вне ведомственной охраны Серпухова. Помощь в организации соревнований оказывают правоохранительные органы Серпухова и филиал военной академии РВСН имени Петра Великого. Старт началу состязаний дал начальник филиала генерал-майор Андрей Морозов. Я вас всех поздравляю с очередной годкой памяти мастера спорта Советского Союза, подполковника милиции Гончарова Николая Алексеевича. Я всем желаю здоровья, счастья, поздравляю всех с сегодняшним днём, с сегодняшним день зимних видов спорта, ну и желаю успехов сегодняшних соревнований. Сначала на дистанцию вышли самые маленькие любители лыж. Им предстояло пробежать 500 метров. Уже после этого стартовали более опытные участники гонки. С самых первых минут каждому из них пришлось включиться в борьбу. Крепкий мороз не давал идти в прогулочном темпе. Все призёры в 13 возрастных группах были отмечены оригинальными медалями, грамотами и подарками. Для участников гонки работала полевая кухня. Гостям предлагали вкусную кашу и сладкий чай. Фестиваль «Тепло» пройдёт в парке «Питомник» городского округа Серпухов 13 февраля в рамках туристического проекта правительства Московской области «Зима в Подмосковье». Праздник уже полюбился серпуховичам и гостям города, получил признание на федеральном уровне. В этом году фестиваль «Тепло» занял второе место 16-й премии в области развития общественных связей «Рупор». Номинация развития и продвижения территорий. В программе согревающие игры и танцы тёплых стран, концерты, зажигательные аниматоры. Конкурс «Самая креативная шапка», ярмарка «Тёплышко», угощение, призы и многое другое начало в 15 часов. На сегодня это всё. Далее смотрите прогноз погоды. Ещё больше новостей сети интернет на нашем сайте, на официальном сайте администрации и в социальных сетях. Будьте в курсе событий. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона студии «Парсек» Это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков, профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке, Натяжные потолки от студии «Парсек». Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48. Код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.